Могилы стоят подешевле, чем того, что сейчас продаются в Человиннику. Такая недобросовестная конкуренция возникает между смежными секторами экономики. Макдональдсы, подобные ему сети быстрого питания, должны быть закрыты. Чёртовой матери. В связи с нанесением ими ущерба здоровью гражданам Российской Федерации. Вы читаешь, более надёжный партнёр, чем Германия. Зачем немцам российский газ? У них дрова есть. Глупый украинец становится поляком. Умный украинец становится русским, чтобы управлять Россией. Мы можем уничтожить Америку прямо сегодня. Проблема в том, что социально-экономической сферой управляют рабы Америки. Разбивать огород и готовиться выживать. Хорошо, что мы затронули московские вопросы. В Москве на днях прошёлся мощный ураган. Двух людей насмерть зашибли деревья, просто упали. Невозможно, оказывается, у нас в Москве в 21 веке, несмотря на гигантский бюджет, сделать ливнёвки, чтобы они хорошо срабатывали. Невозможно нам ухаживать за деревьями, чтобы они нормально... А значит, чтобы ветхие деревья как-то утилизировать что-то. Вот они людей насмерть зашибают. Дома, огромное количество реновационных новостроек. Видеокадры как прорывают трубы, протекают крыши, заливают парковки и всё остальное. И вот ещё новость, прям в продолжение. Страйк какой-то получается. Минстру и МЧС России утвердили дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года. То есть за полтора года что планируется сделать? Провести неокры по созданию 12-этажных деревянных зданий. 12-этажных. Михаил Геннадьевич, они из традиционных материалов не могут надёжный дом построить. Они собираются устроить из дерева. У вас есть хоть какое-то понимание, что это такое? Пока у меня нет понимания. У меня ощущение, что это подготовка массового убийства граждан. Что делать будем, чтобы подготовка ничем не увенчалась? Единая Россия всё это одобрит. Причём переселение, судя по всему, планируется насильственное. Если судить по законам, которые приняты, по практике, которые кое-где уже начинают прорываться. Когда людей с вполне пригодных сталинок пытаются выгнать новостройки, построенные из фекалий и палок. В прямом смысле слова, как мы это видим даже в Москвобаде. По конкретной ситуации с ливнем. Деревья, допустим. Потому что за деревом не за всем уследишь. Я понимаю, что я сейчас скажу кощунственную вещь. Но для такого ливня и такого урагана. Ситуации, когда все люди на улице и в тенёчке гуляют, потому что очень жарко. А денег на кондей очень у многих уже нет. Потому что кондей всё-таки электроэнергию жрёт, да и сам денег стоит. То есть людей в парках конкретно было много. Потому что в такую жару все туда сбежали дышать. Два человека погибших, сколько там, 30 человек пострадавших, или 14, я не помню. Извините, я не помню. Это, что называется, повезло. И это скорее можно. Ну, как бы я, как чиновник, рассматривал бы это как признак хорошего ухода за деревьями. Вы имеете в виду, что было бы гораздо хуже? Могло быть хуже. И по логике должно было быть хуже. Да, мы не увидели ни одной летающей по городу рекламной конструкции. Согласитесь, что все прошлые годы у нас чуть ветерок подул, полетела реклама. Вот обратите внимание, рекламной конструкции мы не видели. То есть они крепятся теперь нормально. Мы увидели что? Мы увидели оторванную облицовку стен переходов. Мы увидели порушенные станции МЦК. Да, ну не порушенные, а порушенная отделка. То есть их отделывают так, что их ветром сдувает, прости, господи. Но не конструкция, естественно, а отделку. То есть вот воруют там. Хотелось бы узнать результаты. В части посадок и в части изменений методики контроля. Здесь главное не посадить виноват. Здесь главное изменить методику контроля, чтобы не пришли следующие еще хуже. Мы увидели подтверждение того, что когда строишь из фекалий и палок, то получается из фекалий и палок, а не из бетона. Но мы это увидели. В большом количестве конкретных примеров. Мы увидели, что переселение в новые человеники опасно для жизни. Если так грубо выражаться. Потому что подует ветерок, польет дождичек, и вас не будет на этом свете. Коротнет у вас проводку на 17 этаже, пожар возникнет. До какого у нас этажа пожарная лестница достаёт? До 23-го? До 17-го? Я не помню. По-моему, до 17-го или до 14-го. Какая такая цифра? Ну, где-то такая. Но в любом случае в 35-этажном человенике все, что выше 20-го этажа, это смертники. Так, переводим на русский язык. Что у нас там с системами спасения людей в случае пожара и так далее? Если уж у нас корабли тонут от того, что украли пену, неужели вы думаете, что у нас не будут воровать пену в системах автоматического пожаротушения в этих новостках? Обычная лестница до 9-го, 10-го этажа. Есть специальная лестница до 17-го, 18-го этажа. Все, что выше 18-го, это гарантия сгорания. Ну, на самом деле, гарантии сгорания нет, потому что там есть система самоспасения, когда выкидывается канат, и с специальной роликовой системы человек спускается. И тут оказывается, что на нем сэкономили. Ну, во-первых, может оказаться, что на нем сэкономили. Может оказаться, что сэкономили на его изготовлении, и он может оказаться из горючих материалов, а не из негорючих. Ну, и самое главное, представьте себе, как вы с 30-го этажа крепитесь к канату и вылезаете в окно. А у вас, например, сердце больное. Ну, например. Тут уже как бы дешевле, проще без каната. Я не утрирую. И когда еще при Лужкове главного архитектора Москвы спросили, а как... Знаете, что он ответил? В глянцевом журнале ответил. Он ответил, ну, знаете, многие из людей, которые живут... Покупают квартиры в этих верхних этажах. Они обеспеченные люди. А у некоторых из них это даже не единственное жилье. Знаете, я много общался с отморозками леваками, но такого я от них не слышал ни разу. То есть, если ты в состоянии купить квартиру в ипотеку, гори, сволочь, синим пламенем. Но похоже, что власти Москвобада, ну, или власти, так сказать, позолоченной Орды, если быть более точным, потому что человеки строятся не только в Москвобаде, они относятся к гражданам Российской Федерации, но и в целом к покупателям жилья именно по этому принципу. Причем, если нас ждет насильственное переселение, а закон о комплексном развитии территорий позволяет это осуществлять, в принципе, то тогда мы, в общем, получим и 12-этажные человейники из дерева, которые потом будут, понятно, что с ними будет происходить и так далее. После разговора о том, как у нас обстоят дела со строительным комплексом и то, что люди могут за бешеные деньги покупать жилье, в котором будут просто гореть, это, конечно, обсуждать Макдональдс как-то неловко и тем не менее. Знаете, на месте похоронного бизнеса я бы обиделся, потому что могил стоят подешевле, чем того, что сейчас продаются в человейниках. Они, конечно, по площади меньше, но так дешевле. Такая недобросовестная конкуренция возникает между смежными секторами экономики. Итак, Макдональдс, Михаил Иванович, вкусная точка, как оказалось, отказывается от картошки фри. Причем сначала они заявили о том, что проблема в том, что не хватает особого вида картофеля, который закупался в основном на Западе, семенной картофель из Польши. Потом Минсельхоз сказал, нет, это все вранье, у нас полно картошки, нечего дискредитировать, понимаешь, наше сельское хозяйство. Через несколько часов вышло дополнение опровержения. Да, на самом деле, у нас с картошкой все хорошо, нам не хватает, знаете ли, химикатов, добавок Е900 и Е311, которые помогают картошке фри быть такой красивой и блестящей. Кроме того, плесневые булки, уже пошли тараканы в сыре и все остальное. Почему даже импортозаместить Макдональдс, готовую отлаженную бизнес-систему, почему не удается? Значит, давайте разделим. Картошка одно, тараканы это другое. С тараканами все понятно. Если вы одичалом, блатным феодалам отдаете бизнес, но они относятся к нему как одичалы, и как блатные, и как феодалы, то здесь вопросов нет. Здесь все понятно. Если у меня таракан на прилавке, я понимаю, что виноваты не импортозамещение, а виноваты те, кем импортозамещают. Это первое. Во-вторых, действительно, большое хозяйство – это сложно, и его переналадка просто на уровне хотя бы его освоения – это очень сложная задача. И создатель теремка не потому отказался, как я подозреваю, от Макдональдса, что он не хотел брать чужое, хотя это, может быть, тоже имело место, а он отказался от этого потому, что эта задача кратно сложная, кратно более сложная, чем его бизнес. То есть он понимал сложность этой задачи, вырастив свою, так сказать, питающую сеть с нуля. И брать чужую, с чужими обычаями, с чужими традициями, с чужими неформальными, в том числе правилами – это дикий тяжелый труд. Так что в этом отношении, ну, коллеги, я никогда там не ел, но теперь, возможно, через месяца-два там можно будет есть просто потому, что химикаты кончились. И чем был славен Макдональдс? Он действительно брал натуральные продукты и превращал их в нечто опасное для здоровья, кроме шуток. Когда чешский, руководитель чешского Макдональдса официально заявил уже лет 15 назад, что дети до 14 лет… По-моему, это был швейцарский Макдональдс. Нет, по-моему, все-таки чешский. Дети 12 лет, 12, могут без ущерба для здоровья питаться в Макдональдсе раз в две недели. Ну, согласитесь, это называется признательные показания. Вот. Что касается картошки. Позвольте всех помирить в очередной раз. С картошкой у нас все хорошо. У нас в Брянске, под эгидой брянского губернатора Александра Васильевича Богомаза, идет уже многие годы сельскохозяйственная революция. Они этой картошки выращивают больше 400 сантиметров с гектара. И эту самую картошку поставляют в Беларуси. Белорусские стандарты качества, я думаю, вы понимаете. В том числе они поставляют для белорусского Макдональдса. Но крайне небольшое количество. Знаете почему? А потому что, вообще говоря, та картошка фри, которую мы, некоторые из нас кушают, она производится не из картошки. И она производится не из белорусского, и не из польского семенного картофеля. Она производится из картофельного порошка, который закупается в Бразилии. Я эту историю знаю по Белоруссии, потому что там белорусы в свое время пригласили Макдональдс в надежде, что мы картофельная республика, сейчас мы поднимем свое картофелеводство. Им Макдональдс объяснил, что вот наши стандарты, как они из ресторана стали кафе-столовой второй категории. Почему? Потому что Макдональдс предъявил свои инструкции, из которых следовало, закрытые. Из которых следовало. То картошка фри делается, не из картошки, а из картофельного порошка, который закупается в Бразилии. Вакуумная сушка, непонятно чего на самом деле, непонятно как. И люди, которые озабочены живыми тараканами, которые, я их понимаю, живой таракан в булочке – это неприятно. Хотя у нас так возникли булочки с изюмом. Как мы помним, в филипповских булочках еще при царе. Когда, значит, градоначальник откушал булочку с тараканом, ему купец Филиппов объяснил, что это была булочка с изюмом. И, так сказать, на его глазах схрулкало эту же самую булочку. После чего остался на свободе, остался при бизнесе. А мы получили булочки с изюмом, которые, как караф, тоже московское изобретение. Ну, как караф, кофе. Но, 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 это картофельный порошок из Бразилии в вакуумной сушке. И что там помимо картофеля, я не знаю. Если бы это было не из Бразилии, а из Колумбии, у меня были бы всякие, так сказать, мысли. Но из Бразилии я не знаю. Поэтому, коллеги, чем меньше Макдональдс, официальных продуктов Макдональдса, тем лучше, с моей точки зрения, ваше состояние здоровья. Название дебильное, с моей точки зрения. Качество придется приводить в норму еще некоторое время. Но, блин, это же про сохранение рабочих мест, а не про еду, если я правильно понимаю. Михаил Иванович, ну, если уж идти по логике улучшения качества, как бы это сказать-то по-русски, чтобы еда стала здоровой в Макдональдсе, чтобы без химикатов и так далее, давайте вообще откажемся от этих булок, от сладких напитков и так далее. Я всю дорогу считаю, что Макдональдсы, подобные ему сети быстрого питания, должны быть закрыты, чертовой матери, в связи с нанесением ими ущерба здоровью гражданам Российской Федерации. Если они что-то там думают не так, отлично, берем врачей-диетологов. Два месяца они едят в этих Макдональдсах, потом мы на этих врачей-диетологов смотрим. Делаем выводы. То же самое касается необходимости категорического запрета на напитки, высоко газированные с избыточным содержанием сахара. Спасибо тебе, Кока-Кола, спасибо тебе огромное за сохранение здоровья, за ваш вклад в сохранение здоровья миллионов граждан Российской Федерации. К сожалению, Пепси-Пепси, ее, так сказать, к примеру, не последовало. А что творит Роспотребнадзор и, прости господи, Росздрав, ну здесь все понятно. Мы это все помним по временам коронависия. Их уровень квалификации. Надеюсь, что сядут. Правда, Надеюсь. Хорошо, Михаил Геннадьевич, вас, как говорится, за язык никто не тянул. Переходим к теме корона-истории. Значит, напоминаем, что на Ютубе жесткая цензура по этой тематике, поэтому переходим на некоторый птичий язык. Михаил Геннадьевич, участились случаи публикации в средствах массовой информации. Например, московское телевидение Москва-24 публикует материалы, пускает в эфир материалы о том, что, дорогие друзья, коллективный иммунитет резко снизился. Был 70%, а теперь 12%. Срочно все стройными рядами на ревакцинацию. Друзья, вот ситуация сложная, ситуация скверная. В глобальном масштабе мы слышим не только о новых волнах коронавируса, мы слышим о вспышке холеры, полиомиелита, оспы обезьян, птичьего гриппа, некоторых других болячках. Это гепатит неясного происхождения. Причем это происходит в наиболее развитых странах, особенно отличается Великобритания за последние полгода. Михаил Геннадьевич, к чему готовиться и, главное, как? Я своим подписчикам говорю, идем, общаемся со своим лечащим врачом, получаем медицинские отводы, пока это еще можно. Мне люди отвечают, ходили Павел, а нам не дают. Я так понимаю, в каких-то регионах можно еще получить, в каких-то регионах категорически. Максимум, что дается медотвод на месяц. То есть у человека хронические заболевания, эндокринные системы или аллергические реакции. На месяц дают ему медотвод. И все. Что делать в таких ситуациях? Разбивать огород и готовиться выживать. Точка. Или копить деньги, чтобы получить медотвод у небесплатного врача. Его, конечно, еще найти надо, но это то, чему сейчас нужно посвятить кусок лет. Потому что стратегия устраивания Майдана в России включает в себя новую волну каннабиси. Нужно разделять очень четко заболевания и истерику по его поводу. Давайте сначала пройдемся по тем заболеваниям, которые вы сказали. Полиэмилит это было в Индии. Там господин Гейтс и прочая контора, ну, запикайте фамилию, все эти глобальные благотворители. Они осуществляли 17 лет программу заражения детей. 550 тысяч детей тяжелейшим образом пострадало. Пришел на рендером моде, выгнал их пинками из страны к чертовой матери. После этого полиэмилит закончился. Как раз в Великобритании был снова обнаружен полиэмилит. Нет, понимаете, одно дело обнаружен, а другое дело эпидемии. Это совершенно разные вещи. Несколько десятков случаев. Ну, учитывая, что у нас происходит, какой крах здравоохранения наблюдается в Великобритании, вопросов нет. Дальше. Оспа. Я не понимаю, почему оскорбляют гомосексуалистов таким чудовищным названием оспа-обезьян. По статистике мы видим, что это оспа-гомосексуалистов. Коллеги, соблюдайте... Скажем корректно, в основном оспа-гомосексуалисты. Преимущественно. Коллеги, соблюдайте гигиену при нетрадиционных сексуальных контактах. И, кстати, при традиционных тоже. Никаких проблем. Будет вам счастье. При этом количество этих заболеваний такого, что говорить вообще ни о чем абсолютно. Как и тяжесть этих заболеваний такой, что говорить ни о чем абсолютно. Гепатит, вызванный непонятно чем, невирусный. Что такое гепатит? Это поражение печени. Поражение печени, выглядящее как поражение печени при гепатите, но не вызванное микроорганизмами, дорогие товарищи, вам повезло, потому что это не бактериологическая война. Чем это вызвано? Неизвестно. Ну, это может быть вызвано специфической реакцией организмов на некоторые специфические медицинские процедуры, которые над нами в порядке опыта вставили последние два года. Более чем вероятно. Это может быть вызвано той дрянью, которую разливают по улицам. Потому что, скажем, у меня в Москвобаде последние два года у меня сильная аллергия на ту соль, которую у нас разливают в конце зимы. Я вполне допускаю, что если я подышу более интенсивно на улице, я получу химический ожог легких, тот самый пневмонит, который, так сказать, многими трактуется как известное заболевание. Только манипуляции с моим иммунитетом в случае химического ожога легких от того, что нас разливают по улицам, ничего не изменит. Дальше. Почему в Англии? Потому что, ребята, американцы, когда у них была утечка из Порт-Дерека, они свой Порт-Дерек закрыли. Потому что прослежена цепочка уже до Китая, до военных игр в Китае, того, что мы сейчас называем известной болезнью. Все прослежено, откуда это взялось, как кому передалось и так далее. Ну и в Англии бактериологический центр, около которого отравили скрипалей, простите, он как работал, так я понял, как и работают. Его никто закрывать не собирается. И, соответственно, уровень бытового идиотизма у англичан выше, чем у американцев. Все-таки. Так что там возможны утечки любой дряни в любых количествах. Теперь про модную болезнь, как это принято называть. Дорогие коллеги, я это с нами навсегда. Вы не переживайте. Все, это выпущено в природу, это теперь там живет. Другое дело, что любой вирус эволюционирует, делает две вещи. Он становится, а, более заразным, б, менее смертельным. Вопрос для того, чтобы быть более заразным. Это естественный путь эволюции. Поэтому у нас с вами омикрон более заразный и сильно менее смертельный. У нас было объявлено о том, что теперь новый омикрон, омикрон ниндзя. Да. Который и заразный, и смертельный. Простите. Давайте не будем верить одичалу. Они нам лгали достаточно все эти два года, совершенно откровенно. В чем реальная проблема, о которой говорят все врачи? Реальная проблема заключается в том, в чем специфика этой модной болезни, почему они говорят как о бактериологическом оружии. Не только потому, что у нее исключительно высокая изменчивость, которую все медицинские опыты обессмысливают по определению. И вторая вещь. У нее очень высокое осложнение от нее. Порядка 50-60% осложнение. Причем тяжесть осложнений не зависит от тяжести протекания заболевания. И омикрона то же самое. То есть вы можете вообще не заметить, что вы эту дрянь подцепили. Кто-то переломался одним днем, кто-то один раз чихнул. Кто-то вообще чувствовал себя прекрасно работоспособно и все хорошо. Потом у него конские тентила. А дальше у него начинается разрушение сосудов, сердца и суставов. Проблема в том, что когда человек разрушает сосуды, он этого не ощущает вообще. Это требуется исследование на МРТ. Вот здесь реальная засада. От этого защиты нет. Я акцентирую ваше внимание. Есть технологии, которые позволяют это лечить. Но эти технологии блокируются нашей одичалой бюрократии. Им это не нужно. Они заблокированы. В массовый тираж они при нынешней власти, по-моему, не пойдут точно. При Единой России. Поэтому от этого спасения нет. Точка. На бытовом. К сожалению. Поэтому по этому поводу просто не надо. Если приходим к врачу, есть конкретный диагноз, отказываются дать медотвод. Что-то можно сделать или только искать платных? Искать платных. Вы можете подавать в суд, вы можете писать Росздравнадзор, но поскольку эта инструкция спущена мафией одичалов, кто-то где-то потом оспаривает в суде отстранения от работы, но это единичный случай. И это нужно вот такие деньги потратить на эти суды и такие силы потратить на эти суды. Все веселее и веселее с каждым днем. Нет, ну понимаете, никто не отменял превращение здравоохранения в здравозахоронение. Никто не отменял его оптимизацию. Что у нас Гинсбург сидит в тюрьме? У нас Скворцова сидит в тюрьме? У нас Голикова сидит в тюрьме? У нас Мурашка сидит в тюрьме? Нет, они сидят в совершенно других местах. И смею вас заверить, что те люди, которые заработали состояние на известной трагедии, они хотят заработать еще большее состояние. Они же все деньги вывели назад, у них там часть этих денег хлопнули, им хочется еще. Я не говорю, что эти указанные люди заработали, но понятно, что медицинскую мафию никто не отменял, потому что никто не посадил. Вот это, кстати, интересный вопрос. Соединенные Штаты Америки анонсировали на днях о том, что они готовят новые санкции. Они сейчас прорабатывают список из почти 20 стран, которые помогают так или иначе России обходить санкции. Это и бывшие страны СНГ, Арабские Эмираты, Индия, Турция. Все, кто с нами еще более-менее активно торгует. И собираются с этим делом так или иначе американцы бороться. Минфин США выпускает соответствующие бумаги и документы. Вот если будут приняты решения о так называемых вторичных санкциях, торгуешь с Россией, значит ты сам преступник. Вот что будет тогда с нашей внешней торговлей? Вы понимаете, экономикой России управляют американские рабы. А экономикой Китая, экономикой Индии, даже экономикой Турции управляют отнюдь не американские рабы. Поэтому я думаю, что большинство из них в американские самокондиции высморкались. По примеру, Анна и Анна. Исторически она их порвала. А де-факто она в них сначала сморкнулась, как тетушка, так сказать, высококультурная, а потом уже порвала. Но на самом деле это про другое. Это про то, что в сфере экономики, в сфере социально-экономической политики, говорить о российском суверенитете можно только после безумного количества веществ, заменяющих сознание. Почему Министерство финансов хамит Россию? А потому что мы никак их не наказали. Мы им прежде как зайки поставляем уран, без которого они не могут жить. Мы Франции продолжаем поставлять уран, без которого они не могут жить. Мы выпустили из Одессы судно с грузом неона, который необходим для производства чипа. Как зайки. Как американские рабы. Простите, пожалуйста. А что за детский сад? Вот сейчас идеальная ситуация для того, чтобы вообще ликвидировать американскую финансовую систему. К черту. Дело в том, что они имитировали безумное количество долларов, которые уже не помещаются на фондовом рынке, на рынке недвижимости. Они же... В чем была их гениальность? Они сумели инфляцию канализировать на те рынки... Инфляция – это сбыточная денежная масса. Канализировать на те рынки, где инфляция полезна, а не вредна. Это рынок недвижимости, как инвестиционного инструмента, а не как средство для проживания. И это рынок фондовый. О всех видах. И рост американского фондового рынка – это, прости господи, инфляция. Доллар. Из-за того, что его слишком много напечатали. Так вот. На этих рынках доллар уже не помещается. Он уже просачивается в обычную потребительскую инфляцию. И американцы сейчас стоят перед выбором. Если оставлять все как есть, будут бурно расти цены. Сильно. Разрушая социальную систему. Разрушая социально-политическую стабильность. Если бороться с избыточной денежной массой ужесточением финансовой политики. А у них, в отличие от нас, действительно избыточная денежная масса. Это у нас денежная голова. А у них избыток. Для этого нужно ужесточить финансовую политику. Тогда произойдет укрепление доллара. Падение фондовых рынков. Очень сильно. А поскольку вся их социалка завязана в фондовые рынки. Они получат ту же самую крах социалки и крах социально-политической стабильности. Они планируют выйти из... То есть это при желании можно сделать, грубо говоря, искусственно. Они планируют выйти из этой ситуации при помощи террора. При помощи установления режима жесточайшего террора. Вот сейчас в ноябре они будут к наярдским выборам. Демократы планируют взорвать Америку. Под это дело лишить граждан России еще больше прав. Но здесь проблема в том, что население Америки крайне неоднородно. И консерваторы и БЛМ, то есть черные расисты, все равно друг друга будут мочить. Поэтому террор будет все равно. Он не будет однородным, направленным на социальное подавление, как фашистская Германия. Он будет нацелен на подавление по этническому признаку. Или одних, или других. Ну, его признаку нормальности сексуальной. Поэтому террор не будет инструментом стабилизации. Или будет, скажем так, менее эффективным инструментом стабилизации, чем они ожидают. Давайте будем корректны. Наша ситуация в этом условии. Нужно стимулировать досрочный финансовый взрыв. Чтобы за ним последовал социальный взрыв, к которому они не успеют подготовиться. Как стимулировать финансовый взрыв? Вам уже весь телеграмм объяснил. Что для этого нужно? Начать ударную скупку золота, которая сейчас дешевая. 1740 долларов за тройскую омницу. И продолжает потихонечку дешеветь. Да. Нужно начать скупку золота. Почему? Потому что в условиях, когда всем страшно, все автоматически уходят в доллар. Другой резервной валюты нет. То, что эта резервная валюта токсична, это все понимают. Но нет альтернативы. Если вдруг какой-то актив начинает уверенно расти, в него все дружно начинают вкладываться. Что у нас случилось с нефтью? Все знают, что нефть и прочие энергоносители будут уверенно расти. Но вкладываться в них, в логике зеленой экономики запрещено. Это конструктивная часть зеленой экономики. Потому что дальнейший разгон цены нефти разрушает экономику, потому что слишком дорогие ресурсы. Поэтому зеленая экономика не только запрещает инвестировать в производство нефти, в добычу нефти, разрушая мировую экономику. Она запрещает инвестировать в спекулятивные инструменты, связанные с нефтью, тем самым экономику поддерживать. Здесь есть и здравое зерно, хотя и очень маленькое, но оно есть. А в золото никто не запрещает инвестировать. Да, в мире в золоте некоторое перепроизводство относительно сегодняшних спекулятивных аппетитов. Если мы возьмем долларовую массу, евровую массу, иеновую массу, которая ничем не обеспечена, даже массу турецкой лиры, которая тоже ничем не обеспечена, и запоставим ее с перепроизводством золота, мы увидим, что золото колоссальной перспективной. Если Российская Федерация начнет скупать хотя бы золото у внутренних производителей, не пуская его на внешний рынок, и прямо или через посредников, что прямо могут запретить, скупать золото на внешних рынках, то мы с нашими профицитами бюджета можем совершенно легко разогнать мировые цены на золото очень сильно. Более того, мы можем начать имитировать деньги на развитие российской экономики, запретив все спекулятивные операции, кроме покупки золота. То есть то, что в режиме бабской истерики, уже было нащупано в марте месяце. И тогда мы, с одной стороны, получим гарантированный инструмент для спекулятивных инвестиций. То есть если какие-то спекулянты не хотят вкладываться в российскую экономику, ребята, пожалуйста, у вас есть отдушина. И, во-вторых, мы осуществим золотой взрыв, потому что месяц устойчивого роста цены на золото, и все спекулянты мира побегут из традиционных валют туда. Это будет золотой взрыв, который похоронит американский доллар. Потому что из доллара все убегут туда. И нас очень полюбят те страны, которые имеют хороший золотой запас. И нас очень полюбят те страны, в которых золото, когда-то была реклама Башкредбанка, золото, это деньги, это национальное башкирское украшение. Нас полюбят вся Юго-Восточная Азия, вся Индия и так далее. То есть, дорогие товарищи, мы можем уничтожить Америку прямо сегодня. Проблема в том, что социально-экономической сферой управляют рабы Америки. Ментальная раба. Может, кто-то из них на подписке и сидит, но в основном они рабы по уровню своего сознания. Сильно сказано, рабы Америки управляют... Подождите, а вы посмотрите на Силуанова, на Набиульну, послушайте, товарища Решетникова. Простейшая же вещь. У нас украли международный резерв. Отлично. Отмените права собственности тех, кто отменяет нашу права собственности. В первую очередь, на интеллектуальную собственность. Реализуйте мечту Павла Дурова. Только он мечтал это сделать в Крыму, вот на таком вот пятачке земли. Превратив его в зону свободного технического творчества для всего мира. Превратите Россию в зону свободного технического творчества для всего мира. Вам побегут все инженеры со всего мира, все программеры со всего мира. В землянках жить будут, потому что они хотят творить. Простите. Как в Беларуси побежали за 1% налогообложения, прибыли. Но, простите, для этого же нужно служить России, а не служить убийцам России. Это же для нашей правящей бюрократии воспитанный господин Мау недостижимо. Вы описали интересный план подрыва существующей мировой финансовой системы через золото. Как там говорил герой карточного домика, любимец Обамы, президент Андервуд. Если вам не нравится, как накрыть 100, переверните его. 100, за которым у меня украли 300 миллиардов, мне не нравится. Точка. Но наше руководство вряд ли на такое пойдет и решится. И вообще вряд ли они понимают и смотрят нашу передачу. Михаил Григорьевич, то, что сейчас происходит по факту на данный момент. Вот доллар и евро торгуются один к одному. Что произошло? Это евро ослабел или доллар укрепился? Нет, доллар укрепился в отношении всех. Ну, кроме рубля, разумеется. А евро слабеет, потому что Европа кончена. Все все поняли. Когда существование Германии зависит от канадцев и одной, подчеркиваю, одной турбины. А я согласен с Александром Михайловичем Бубаковым из нашей «Справедливой России», что мы эту турбину не должны спешить устанавливаться. Ведь, понимаете, мы же сталкиваемся с диверсией. Может быть, эти канадские бандеровцы там ничего не так сделали. Ее надо проверить тщательно. Ее нужно испытать. Я бы отправил ее в Канаду на переделку. А если не в Канаду на переделку, то, вы знаете, у нас есть более приоритетные проекты, чем «Северные потоки». Я бы ее направил на газопровод «Силы Сибири» в Китай. Но Китай же более надежный партнер, чем в Германии. Зачем немцам российский газ? У них дрова есть. Польский. Да, жестко, Михаил Геннадьевич, жестко. У нас осталось совсем немного времени на обсуждение интересных вещей. Михаил Геннадьевич, ваше мнение. Отставка Бориса Джонсона. Убийство Синдзе Абе. Теперь делаются обвинения в сторону Шольца, что у него там тоже на вечеринке какой-то тоже сексуальный скандал произошел. Во-первых, я хочу защитить... На самом деле, я возмущен расизмом господина Шольца. И неуважением украинскому народу, который проявил господина Шольца. Когда вся Германия переполнена, уже начиная с конца 90-х, украинскими девушками, пониженной социальной ответственностью, причем крайне дешевым. В этой ситуации кого-то опаивать и кого-то насиловать, это помимо того, что это проявление извращения, это проявление крайнего неуважения украинскому народу. Не поддерживает беженцев. И посла Мельника выгнали из Германии в итоге не только потому, что там обиженная лирная колбаса таки обиделась, но и потому, что он бы точно выступил бы в защиту трудовых прав украинских проституток, которые так жестоко нарушил господин Шольц. Знаете, это пример недобросовестной конкуренции, когда германские политики предпочитают нарушать закон, лишь бы не купить законный в Германии продукт, но произведенный на Украину. Вот это чудовищное оскорбление украинского народа, и я боюсь, что это не последнее оскорбление, нанесенное украинскому народу нынешней немецкой бюрократии. Что касается общей политической... Так, Михаил Григорьевич, подождите, подождите. Два дополнения. Новый слив данных Хантера Байдена, то есть там тоже много чего интересного про наркотики, про девушек с пониженной социальной ответственностью. Значит, следующий момент, это эстонское руководство подало в отставку после того, как... Эстонское что? Да, да, Михаил Григорьевич, они, оказывается, торговали активно российскими нефтепродуктами, и вот месяца не прошло, и им срочно пришлось подать в отставку. Что происходит? Эстонское руководство, эстонское руководство, это заместитель начальника отдела в немецком МИДе. Это он подал в отставку, это он торговал российскими нефтепродуктами. Потому что эстонский пример к управлению Эстонией имеет примерно такое же отношение, как и я. Вся разница в том, что он чуть лучше меня говорит по-эстонски, но именно чуть. Значит, послушайте, мировая экономика летит в тартарары. Уровень жизни людей падает драматически. Естественно, это ведет к серьезным политическим изменениям. Ну и естественно, что это сопровождается ростом политической нестабильности. Вот и все. Япония готовится отобрать у нас Курилове, и не только Южный, и Сахалин. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение себя газом и нефтью. Сахалин. Покойный Абе для этого модернизировал тайно флот. Модернизированный японский флот не способен противостоять китайскому. Он ориентирован не на противостояние китайскому флоту. Он ориентирован на захват российских территорий. И нужно быть российским военачальником, по-моему, чтобы этого не видеть. Но тем не менее, он считал, что стабильность лучше нестабильности. Ну, его за это и грохнули. А с другой стороны, там же были выборы в Верхнюю Палату Парламента. Выбором очень сильно помогает наличие мучеников. Ну, вот его сделали таким мучеником. Еще и на сентябрьские выборы в Нижнюю Палату Парламента. Его, так сказать, трагического конца хватит. Ведь он не был другом России. Но он считал, что жизнь японца что-то стоит. И поэтому он был нашим довольно неплохим партнером. А ему на смену придут люди, которые считаются, по-европейски будут считать, по-американски, что жизнь японца не стоит ничего. Это общая позиция сегодняшних либеральных элит Запада, ну и завтрашних элит Япон. Так что это естественное следствие общей дестабилизации. Единственное, что мне очень нравится, ситуация в Англии, где извечный индо-пакистанский конфликт, возможно, позволит последний раз просочиться к власти англичан. В лице этой безумной тетушки, которой работает министром иностранных дел. Там же главный противник это индус, с ним конкурируют пакистанец. Это два серьезных карьерных политика. Они серьезные политики, невменяемые политики, неразумные политики. Но поскольку один индус, другой пакистанец, они, у них даже в Лондоне не получается договориться. И из-за этого к власти в Англии может просочиться англичанка. Ну, слушайте, это нонсенс, это бред. Думаю, что это будет последний раз. Ну, и одновременно с этим играет свою роль шотландская партия. Потому что шотландцы говорят, а зачем нам? Ну, как бы мы, ну, опять помягшим. Ну, ладно, хорошо, не буду ничего говорить. Сформулируем так. Примерно понятно, что у них происходит. Шотландцы зафиксировали, что а зачем нам пытаться отделиться от Англии, когда мы можем ей править. Вот позиция умного украинца. Глупый украинец становится поляком. Умный украинец становится русским, чтобы управлять Россией. Начиная с этого самого любовника Екатерины Второй и кончая Лином Ильичем Брежневым. В этом разница. А разница между умным шотландцем и глупым точно такая же. Умные шотландцы сейчас говорят, Англия в упадке. Ребят, давайте мы возьмем эту долбанную британскую империю. Мы это можем сейчас сделать. Это вот реальный стратегический шотландский проект, взять Англию. Может быть, они будут делать это через эту Лизу, может быть, через кого-то. Им все равно через кого-то делать. Будем смотреть. Но, к сожалению, вот вражда индийского и пакистанского народов, к сожалению, она способна привести к крушению Британской империи. Потому что, если бы Англией управлял индус, или Англией управлял бы пакистанец, вам нормальная страна. А доверять англичанам, этим врожденцам, ну, слушайте, ну, глупость. Ну, жалко. Понимаете, я очень люблю Лондон. Очень люблю. И во что превратится Лондон при еще одном премьере англичанина, я примерно понимаю. Жалко. Хорошая была страна. Уютная. Фирменный делягинский юмор. Спасибо, Михаил. Какой юмор? Ой, Павел Андреевич, вот, пожалуйста, поймите, у меня нет чувства юмора. Я пою, что вижу. Я как Акын. Какой юмор. Формулировки изящные. Михаил Андреевич, спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на канал Неделягин. Подписывайтесь на... Канал Неделягин не имеет к Делягину ни лейшу отношения. Просто лучше всех обо мне расскажут. Всего доброго, Михаил Андреевич. Счастливо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok